Красноярский алюминиевый завод получил сертификат социальной ответственности первой степени. Торжественное вручение состоялось на этой неделе. Пенсионный фонд России подтвердил, предприятие в полном объеме выполняет все свои обязательства перед бывшими работниками и оказывает им всестороннюю поддержку. Кроме того, завод реализует целый ряд программ для сотрудников и их детей. В этом году КРАЗ планирует даже начать строительство детского сада. Обладатели своей высокой награды сертификата социальной ответственности первой степени в Красноярском крае можно по пальцам пересчитать. Их чуть больше десятка. Фавориты определяет специальная трехсторонняя комиссия, состоящая из представителей краевой власти, союза товаропроизводителей и профсоюзов. Поэтому сертификат это не просто почетная табличка, а реальное подспорье в бизнесе. Когда они, вот конкретно КРАЗ, выложил документы, сертификат социальной ответственности второй степени для проведения внешнего финансового зарубежного аудита, они увидели о том, что этот документ имеет большой удельный вес, повысилась инвестиционная привлекательность, появились льготы при приобретении каких-либо услуг со стороны партнеров зарубежных. Вот так это помогает в бизнесе. Поддержка пенсионеров предприятия – это одно из направлений социальной политики КРАЗа. Своим работникам завод предоставляет качественную медицинскую помощь, реализует программы ДМС и жилье. 168 семей КРАЗацы в прошлом году стали новоселами. Завод внес за каждого 10-процентный взнос от стоимости квартиры и гасит половину суммы от ежемесячного платежа. Дети металлогов летом отдыхают в корпоративном лагере, а в этом году завод открывает строительство детского сада. Нам удалось достичь договоренности с администрацией края Красноярского и города Красноярска по месту строительства садика. Мы исходили из того факта, где максимальная локализация наших работников сейчас, то есть это район взлетки, северный. Выбрали шестой микрорайон. Там планируется строительство детского садика на 275 мест. Планируется закончить, завершить строительство данного садика в марте 2013 года. Алюминщики уверены, что с вводом нового дошкольного учреждения проблема с нехваткой мест в них будет отчасти решена. В детский сад будут ходить и дети красовцев, и другие дошкольники, живущие в Советском районе. Виктор Санусенко, Сергей Кашин, Афонтова. Новости.